всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать к м с wordpress урок номер 28 и мы продолжаем с вами разбирать плагин в п security мы с вами остановились в прошлом уроке на защита от бутфорста так продолжаем дальше защита от спама кликаем здесь у нас идет такая мощная защита именно форма комментариев от спама да здесь у нас все написано добавьте captcha на форму комментариев активировать captcha в форме комментариев да ну полезная принципе штука можно активировать и сразу посмотреть сохранится выведется ли форма captcha именно в комментариях потому что если мы зайдем сейчас на сайт мы видим с вами просто поле для вода комментариев защитного кода здесь я не вижу и вообще как он будет смотреться хорошо ли в плане дизайна дальше ниже у нас здесь есть блокировка комментариев от спам ботов значительная часть спама комментариях wordpress приходит от автоматических ботов они вручную данная функция сильно снижает количество бесполезного и лишнего трафика но вот в принципе тоже прикольная вещь блокировать спам ботов от комментариев давайте поставим галочку нажмем здесь сохранить настройки пойдем на сайт обновимся да в принципе смотрится неплохо простенькая такая форма для воды комментариев дальше у нас здесь есть еще одна вкладочка отслеживание айпи адресов по спаму в комментариях тоже интересная вещь установите этот чексбокс если вы хотите чтобы плагин автоматически блокировал айпи адреса те комментарии которые попадают спам ну да в принципе ставим галочку так следующее у нас здесь поле и подсказочка пример 1 установка этого значения в 1 блокирует все айпи адреса которые использовались для отправки хотя бы одного комментария спам пример 2 установка этого значения в 5 будет блокировать только те айпи адреса которые были использованы для отправки 5 комментариев спам или более на вашем сайте и здесь поле до куда мы можем вести исходя из подсказки до значение далее минимальное количество спам комментариев на каждой пи это поле позволяет фиксировать только тех айпи адреса с которых были загружены некое количество или более спам комментариев и подсказочка и найти айпи адрес да то есть поиск айпи пример 1 установить это значение в 0 или 1 выведет список всех айпи адресов влеченных в спаме хотя бы один раз ну здесь идет поиск айпи адресов если я правильно понял можно искать айпи адреса которых с которых спамили потом эти айпи адреса добавлять в черный список и здесь айпи адреса ниже спамеров ну естественно пока здесь ничего нет они здесь будут отображаться дальше вкладка есть body press это плагин форума на wordpress то есть если он вам у вас будет установлен то здесь возможно данная функция добавит captcha с простой математической задачи ну то есть как мы делали на форму комментариев то есть еще может быть captcha поставить на body press форум дальше переходим сканер здесь классная вообще вещь ручной сканированные сканирование измененных файлов сканировать сейчас посмотрим как это выглядит плагин отметил что сканирование измененных файлов было сделано впервые результат данного сканирования будет сохранен для того чтобы в будущем детектировать изменения в файлах то есть самом начале это надо было сделал да потом может быть отслеживать здесь вот вы можете прочитать в описании все понятно написано и ниже просмотреть сохраненные результаты последнего сканирования измененных файлов да вот и ниже можно еще настроить активировать автоматически сканирование измененных файлов давайте тоже нажмем ну и поставить например чтобы автоматически раз в семь дней происходило сканирование то есть частота сканирования игнорировать файлы следующего типа здесь подсказки написано какие файлы можно игнорировать чтобы не сканировать игнорировать определенные файлы и папки также здесь из подсказки понятно ну я ничего не записываю и можно указать email на которой будет отправлено уведомление об изменении в файлах вашего сайта отправлено будет на email если это нужно сохранить настройки сканирование от вредоносных программ здесь идет описание никаких здесь параметров опции я не вижу дальше переходим режим обслуживания здесь мы с вами уже разбирали эта страница блокировки сайт пока находится в разработке если вы не видели мои предыдущие уроки посмотрите там об этом я все рассказал об этой опции и остается последняя здесь вкладка в данном плагине разные переходим активирует защиту копирования это закрывает контент от копирования правой кнопкой давайте проверим как это работает то есть чтобы не воровали контент ставим галочку и сейф посмотрим обновим сейчас сайт так ну не знаю вот у меня в принципе я могу копировать может потому что я администратор попробуем сейчас почистить куки выделение есть а если выйдем с сайта как гость зайдем а ну вот в принципе администраторы могут копировать текст а вот видите я двигаю зажимаю левую кнопку мыши я просто не могу сказать выделить даже текст не то что скопировать и право кнопка отключается но это работает только для людей которые не знают ну как то конечно это защитит большинство людей я думаю не умеют потому что есть много способов как можно скопировать в любом разе ваш текст ваш контент сайта то есть нельзя закрыться на сто процентов но вот вы видите обычным способом сайта скопировать нельзя конечно это усложнит копирование даже знающим людям страну усложнить задачу потому что самое быстро и просто ленивое тут просто выделить и скопировать да вот вы видите я копировать не могу поэтому я предлагаю все таки оставлять эту опцию включенной это полезная вещь дальше фреймы здесь нам предлагают активировать фрейм защиту эта функция позволяет предотвратить показа вашего сайта и его содержимое внутри фрейм то есть бывает такое что на сайте можно как бы в таком окне чтобы отображался ваш сайт или айфрейм то есть здесь уже смотрите ставить галочку нет я поставил вот тут есть подозрение что ролики с айфрейм с youtube могут не показываться на сайте если галочку включим но при обновлении с youtube ролик у меня в принципе идет и все показ в общем если что-то не будет работать на сайте что то такое то что вы внедряете там ролики с youtube или еще что то то вот эту галочку мы отключаем следующая вкладочка эта функция позволяет запретить внешним пользователям ботом получать информацию о пользователях с помощью url адресов например и вот здесь идет пример ну давайте поставим галочку чтобы запретить и сейф нажмем сохранение и так я вас поздравляю мы прошли практически все а вообще все функции мы рассмотрели все настройки данного плагина давайте перейдем в панель управления и посмотрим что у нас защита стоит 260 мы с вами добились даже больше то есть не на половину у нас показывает чуть больше на 260 мы отлично защитили с вами сайт но помните что мы можем защитить его еще больше когда перенесем сайт на хостинг я по крайней мере я надеюсь потому что мне не удалось на локальном хостинге включить права на файлы вы видите у нас это отключено и у нас с вами еще защита база данных префикс не сменен также на хостинге буду надеяться что получится все-таки сменить префикс потому что это очень важная опция защиты здесь все-таки префикс нужно будет поменять если вы сайт только-только начали делать еще не создали его не забудьте сразу поменять префикс это была моя ошибка я когда показывал установку wordpress сразу не обратил внимание и оставил префикс по умолчанию будем надеяться что данный плагин на хостинге это исправит но в любом разе мы с вами получаем защиту 260 а это очень очень крутой показатель с этим уроком у нас в принципе заканчивается серия уроков именно по плагину vp security мы еще будем прибегать к нему скорее всего так эпизодически понятно по каким причинам и со следующего урока возможно уже будет информация о том как переехать там на хостинг что делать с доменом об этом уроке уже есть я скорее всего укажу ссылки как зарегистрировать домен если вы не знаете да но и там будут другие полезные уроки когда сайт перенесем на хостинг это еще не все полезные плагины необходимые здесь еще будет как минимум два плагина установлено это плагин кэша кеширует сайт для быстродействия до без кэша сайт абсолютно нельзя оставлять обязательно кешируем и плагин сжатия перенос я вас криптов там вниз страницы много чего еще будем прогонять сайт через google page speed это сервис от google который измеряет скорость загрузки сайта и будем настраивать еще один специальный плагин по оптимизации сайта до чтобы сайт очень быстро открывался вас в интернете ну и многом много других полезных уроков войдет в этот курс бесплатный по wordpress wordpress для чайников на этом данный урок я заканчиваю и увидимся с вами в следующем пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема неинтересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема vp значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указано на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указано вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а а а а и и Субтитры создавал DimaTorzok